Настало время подводить итоги недели в эфире первого мытищенского информационно-аналитическая программа неделя. В студии Алсу Калимулина. Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok В связи с обострением эпидемической обстановки, QR-коды или обязательной сертификаты о вакцинации для посещения публичных мероприятий и общественных мест уже ввели 30 регионов. Подмосковье пока не захлебывается. Пока. За прошедшую неделю мы, конечно, приросли. На 20% у нас приросло количество вновь выявленных случаев. Мы сейчас выявляем 2100 случаев заболевания в день. Я хочу напомнить, что самый пик у нас был в июне этого года. 27 июня было 2722 человека. То есть мы приближаемся к пику июньскому. По количеству госпитализаций мы также приросли на 23% за прошедшую неделю. В день мы госпитализируем порядка 850, ну уже почти до 900 человек в сутки. Это тоже приближается к нашим пиковым нагрузкам. А анализ делаете? Все-таки госпитализируем с прививками или без прививок? Есть люди с прививками, но мы посмотрели, что среди всех вакцинированных наших людей 3 миллиона 600 человек заболевают 1%. И в продолжение темы. Сейчас продолжается ремонт на подстанции скорой медицинской помощи. Реконструкция стала возможна благодаря губернаторскому проекту здравоохранения. А вот в двух старейших инфекционных отделениях Мытищинской городской клинической больницы ремонт уже завершен. Персонал теперь работает в новых современных условиях, а пациенты не устают благодарить, ведь лечение стало соответствовать всем стандартам. Хотя еще пару лет назад добродел был завален жалобами на условия в детской инфекции. Сергей Берзин продолжит тему. Инициировал программу губернатор Андрей Воробьев, что определило ее особый характер. Большинство медицинских объектов, предназначенных для ремонта еще с прошлого века, находились в приспособленных и устаревших зданиях. Поэтому назвали программу «Гнилые зубы». А лечить их очень непросто. Мы уже показывали эти кадры. Ремонт детского инфекционного отделения. Кирпичная кладка стен датируется 27-м годом 20-го века. Водопровод и канализация выведены из строя. Работы не в проворот. А теперь идем по новеньким коридорам сегодняшнего инфекционного отделения. Проведен грандиозный хороший ремонт. И получилось улучшение качества и пребывания и для матерей, и для сотрудников. Заметно улучшились условия. Теперь здесь только одноместные палаты. Почти как номера люкс. Все палаты, все койки, все занято. И в этих боксах теперь уже все, изолированный унитаз, душ, все по высшему разряду. По высшему медицинскому разряду созданы все условия. Ремонтные работы проведены по поручению губернатора в рамках национального проекта здравоохранения. Заменили системы водоснабжения, водоотведения, окна и входные группы. Установили новое напольное покрытие. Сделано все, чтобы ребенок быстрее шел на поправку. Как годовалая Маша на руках у счастливой мамы. Да, мы вылечились. Спасибо врачам, медсестрам всем. Было замечательно. Нам понравилось, но дома лучше. Пока-пока всем. Пока-пока – это лучшая оценка здоровья ребенка. Хотя именно сейчас родителям надо быть особенно осторожными, чтобы ребенок не вернулся сюда. Пришло время преобладания респираторных инфекций. Не посещать на данный момент вот эти культурные мероприятия, но ходить меньше в этот красный кит. Увы, но именно в торгово-развлекательных центрах дети чаще всего подвергаются опасности заражения. Так что профилактика никогда не помешает. Ну а гнилых зубов стало действительно меньше. На очереди завершение ремонта подстанции скорой медицинской помощи. Современные очистные сооружения заработали в Пироговском. Жители долго ждали модернизации, поскольку микрорайон разрастается, и старые сети просто не справлялись с объемом загрязнений. Наш корреспондент побывал на станции и увидел, что изменилось. Очистные сооружения в поселке Пироговский служили верой и правдой более полувека. Сейчас, когда микрорайон разрастается, появляются новые жилые комплексы, необходима модернизация и увеличение дополнительных мощностей. О том, что очистным сооружениям необходима реконструкция и модернизация, жители Пироговского говорили давно. Неприятные запахи часто вызывали недовольство. Сейчас после модернизации объект заработал в полную силу. Уже стоков, хозяйственных бытовых, именно запаха не будет чувствоваться. Также вы сами слышите, что работает тихо. Раньше, конечно, и звуки были достаточно громкие. Сама очистка, что может сливаться вода. Ну, конечно, пить ее нельзя, но она всем нормативам соответствует. Новая система полностью автоматизирована. За всеми приборами и их бесперебойной работой будут следить несколько человек. Была мощность 5000 кубов в сутки, сейчас будет 8500 кубов в сутки. Выполнили уже всю техническую часть, запустили новый резервуар. Новые уже установки КУМО работают в здании мехачистки. Уже стадия завершения. Вывозим материал, выполнение работ практически 100% реализовано. Для реконструкции старого очистного сооружения сначала была возведена новая современная канализационно-насосная станция. Сложности возникали из-за болотистой местности. Кроме того, очистные сооружения ограничат с рекой. Тем не менее, объект был сдан в срок. Данные системы, это система воздуходувок. Они нужны для того, чтобы кислород поставлять на блок очистных сооружений. Внутри у них установлены огромные компрессоры, которые подогревают кислород. И по магистралям, по этим двум магистралям, поступают в блок. А дальше по этим трубам они распределяют и поставляют кислород на аэротенке вниз. Регулировка происходит на этих клапанах. На каждом этапе очистки сточных вод будет осуществляться жесткий лабораторный контроль с использованием современных приборов. По его данным, специалисты зададут оптимальные технологические режимы. В результате сбрасываемая после очистки сточная вода будет чище, чем речная. Реализация данного проекта стала возможной благодаря государственной программе развития инженерной структуры и энергоэффективности. В Мытищах продолжается борьба с народными тропами на железной дороге. Ощущение, что это борьба с ветряными мельницами, говорят специалисты. Пассажиры находят лазейки, тем самым рискуют жизнью каждый день. Находятся и самые предприимчивые, кто не ленится, принести на станцию болгарку и инструменты, чтобы открыть очередной путь на дорогу смерти. Смотрим подробности. На железнодорожных путях снова погиб человек. Трагический случай произошел на платформе в направлении города Москвы. Проезжающим электропоездом был смертельно травмирован мужчина. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Личность погибшего установлена. Им оказался 30-летний уроженец Белоруссии. 30, 40, 50-летние мужчины все чаще прыгают с платформ или взбираются на них, понадеявшись на свои силы и сноровку. На станции Тайнинская таких спортсменов предостаточно. Здесь на станции Тайнинская сразу 5 железнодорожных путей. И нередко встречаются даже не две электрички, а три. Они несутся с такой скоростью, что можно потерять всякую ориентацию в пространстве. Вероятно, так и случается, когда люди попадают в смертельные и опасные ситуации. Такие действия повторять никому не стоит. Мы прошли по путям во время технологического перерыва. Но и этого достаточно, чтобы понять, как непросто преодолеть это пространство, а тем более сумками и колясками. А вот вам часто приходится вот так вот преодолевать вот эти тут 5 путей? Да, потому что не могу подняться на этот, на мост. Не могу, коленка вообще не дает ни спуститься, ни подняться. Это можно услышать почти от каждого второго нарушителя. Есть и другие варианты, мол, очень спешу, мне некогда. На самом деле причина в другом. Каждый стремится подстроить транспортную схему под себя, а установленный порядок нарушить, пользуясь безнаказанностью. Но тем самым он вмешивается в работу всего транспортного механизма, мешает ей. И это никому в голову не приходит. Например, можно разрушить заграждение опасных зон. Здесь дело привычное. В этом году восстанавливали данные секции уже, если я не ошибаюсь, 4 раза. К сожалению, восстанавливанные секции уже к вечеру могут быть срезаны жителями, используют электрические болгарки. Технически можно это исправить? Технически это возможно только с изменением типа заграждения данной зоны, потому что пассажиропоток здесь безумный. Замечено, что почти с каждой электрички по 10-15 человек спрыгивают с платформ и идут прямо по путям. За день это сотни и сотни людей. Техническими средствами, если здесь только выставлять какие-то шумные заборы, вот эти, чтобы низ был бетонный и уже не могли снять снизу, а вверх уже шумоизоляция. Шумоизоляция. Хотя бы в районах платформ, чтобы там, ну на расстоянии, не знаю, там метров 500 в одну, метров 500 в другую сторону. Представляете, целые крепости надо возвести вокруг каждой станции. От них денег уйдет больше, чем на сами эти станции. И все это из-за того, что кому-то лень пройти через турникет, а кто-то расплачивается за это жизнью. В Подмосковье продолжается онлайн-тестирование на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД». Это первый такой общеобластной зачет, и проходит он в Подмосковье в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Одним из первых тестирования прошел глава округа Виктор Азаров и его заместители, а также журналисты Первого Матищинского. Глава округа Виктор Азаров не стал тянуть с тестированием, и одним из первых зарегистрировался на сайте зачетпдд50.ру. Водительский стаж Виктора Азарова более 40 лет. Он получил права еще в 1978 году, будучи учеником 10 класса, обучаясь на уроках автодела, где сдавали не только ПДД, но и устройство автомобиля, его ремонт. Признается, что сдал с первого раза. К услугам личного водителя Виктор Азаров прибегает редко. В основном за рулем всегда сам. Поэтому и на онлайн-тестирование ушло чуть более четырех минут. Сейчас, когда дорожная ситуация в регионе не самая простая, Виктор Азаров призывает последовать его примеру и пройти тестирование. К слову, глава округа ответил на 19 вопросов из 20. Знание ПДД – это важно, потому что правила дорожного движения меняются, как все в нашей жизни меняются, с учетом времени и современности, требования. Во-первых, самому неплохо бы узнать, насколько ты правильно владеешь. Во-вторых, это безопасность твоя личная и окружающих, которые принимают участие в дорожном движении вокруг тебя. Я так как водитель и со стажем водителем, и довольно-таки часто сам езжу за рулем, считаю, что это нужно и необходимо самому себя проверить, насколько ты правильно управляешь транспортным средством, насколько ты безопасен для окружающих. Исполняющий обязанности заместителя главы округа Иван Яскев переживает, что если не пройдет тестирование, его лишат прав. Как говорят организаторы, цель – не выявлять неграмотных водителей, а напомнить правила дорожного движения. Практика показывает, что многие после получения прав больше не открывают ПДД. Между тем, только за три года внесли почти 20 поправок. Иван Яскев за рулем 18 лет. Признается, не всегда успевает следить за нововведениями. Акция необходима по одной простой причине, потому что все водители думают, что все знают. Вот я сейчас прошел, вроде как, кажется, простые вопросы. Видимо, действительно нужно открыть правила дорожного движения, потому что за период моего стажа появились какие-то изменения. Да, и действительно нужно периодически обновлять, вспоминать, либо при каких-то дорожных ситуациях может быть свое понимание по правильности ориентирования в этих ситуациях. Онлайн зачет на знание правил дорожного движения «Я знаю ПДД» проходит в Подмосковье впервые в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Несмотря на предпринятые руководством области и ГИБДД мерам, основной причиной аварии на дорогах остается несоблюдение правил безопасного поведения. Первый Матичинский тоже решил присоединиться к областной акции «Я знаю ПДД». У меня на тестирование ушло 9 минут 42 секунды. Я ответила правильно лишь на 13 вопросов. Ну, наверное, так оно и должно было быть, учитывая, что 10 лет я не садилась за руль. Разрешается ли вам выполнить обгон в данной ситуации? Режиссер монтажа Александра Сулимска за рулем 8 лет. Каждый день приезжает на работу в Мытище и Щелково. За тенденциями и изменениями следит. Сегодня дала 15 правильных ответов. Единственное, что смутило, что нельзя посмотреть, где допускаешь ошибку. Потому что иногда хочется проанализировать, почитать, что где, как не так сделала. Но вот этого программа почему-то не дает. Напоминаем, никаких санкций к тем участникам зачета, которые не пройдут. Тест применяться не будут. В частности, не будут аннулированы водительские удостоверения. Если все плохо, придет лишь ссылка на ПДД. Тест можно сдать до 11 ноября. Все участники, ответившие правильно, получат электронный сертификат. А первых 20 водителей-отличников ждут подарки. А это наш оператор Денис Петров, который снимал данный репортаж. Снимаем его на телефон, потому что он проходит тестирование. Денис, сколько времени у тебя ушло? Чуть меньше 4 минут. Ну и каковы результаты? 20 из 20. Поздравляем, ты лучший. Спасибо. С начала года на дорогах в Подмосковье произошло 3413 аварий. Погибли 559 человек. Ситуацию пытаются исправить на уровне правительства региона. В этом году в рамках развития дорожного комплекса ликвидировали 12 опасных перекрестков. 4 железнодорожных переезда вели в эксплуатацию новые развязки, в том числе и в Мытищах. Что изменилось и изменилось ли, выяснял наш корреспондент. Въезд на улицы Мира – это въезд в центр города. Именно через эту улицу можно попасть в важнейшие районы, торговые и культурные центры, жилые кварталы. По утрам и вечерам потоки автомобилей заполняют все окрестные улицы, чтобы выйти на одну. Это и создавало проблемы. Разрешить их должна новая развязка. Вот уже месяц, как запущен путепровод Мира-Фрунзе, и уже можно делать первые выводы, как изменилась дорожная ситуация. По-прежнему очень трудно выйти в Перловку, на улицу Семашка. Здесь постоянные заторы, хотя путь на мост открыт. И на Ярославское шоссе можно выскочить буквально за несколько минут. Да, путепровод пока задействован одной своей половиной и работает по временной схеме. Проблемы возникают на подъездах и объездах моста. Ежедневно здесь проезжает более 10 тысяч автомобилей. Основной ребус для водителей начинается здесь, потому что выезжая с улицы Селезнёва на улицу Мира, надо выехать на мост, сделать несколько разворотов и уж только потом выехать в мытище. Путепровод и в усечённом режиме справляется со своими задачами даже без полноценных съездов по левой стороне. Но их отсутствие отражается на загруженности всех прилегающих улиц. Неудобно ехать с МКАДа вдоль железного полотна, вот эти развороты. Но пока тоже временно, потом нормально, я думаю, будет. Конечно, улучшилось, меньше пробок стало. На выезд в Москву? Или на выезд? Нет, сюда наоборот, в сторону Матища. Очень хорошо. Выезд на Ярославку. Очень удобно. Выезды пару километров на МКАДе. Мне удобнее заезжать сейчас с области. Есть заезд. В область пока нет. Было бы удобно. Если бы было в области, я очень часто туда езжу. Когда она будет готова окончательно, тогда, скорее всего, это будет очень удобно. Понятно, что объём работ предстоит ещё немалый. Под него отводится целый год. Но уже сейчас видно, как можно менять и использовать новые транспортные схемы. А их-то будет ещё больше. Начало месяца стало урожайным в плане побед для мытищенцев. Только наша телекомпания стала победителем областных и федеральных конкурсов. К этому мы ещё вернёмся. А пока расскажем о губернаторском проекте «Мы рядом ради перемен». Среди лауреатов мытищенцы. С ними пообщалась Ульяна Сергеенко и узнала, на что будет направлен призовой фонд. Махат Маганди как-то сказал, мы сами должны стать частью перемен, которые хотим видеть в мире. И сегодня у каждого жителя Подмосковья есть уникальная возможность внести свой вклад в общее будущее. Премия «Мы рядом», учреждённая в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, поддерживает всевозможные гражданские инициативы. Всегда есть запрос на добрые дела. Всегда добрые дела окреляют. Всегда, когда ты оказываешься в беде, в сложной ситуации, ты всегда рассчитываешь на то, что кто-то тебе поможет. Родители, друзья, просто неравнодушные люди. Так у нас в Подмосковье заведено, что большое, огромное количество людей и в этом зале, которые сейчас дистанционно нас видят и присутствуют здесь, они помогают людям бескорыстно. Но при чём здесь премия? Премия лишь для того, чтобы ещё раз показать важность этих дел. Конкурс проходит в четырёх категориях в зависимости от географического охвата. Это проекты для жителей пяти и более округов область перемен, для одного муниципалитета округ перемен, для определённого населённого пункта территория перемен или для группы жителей не менее 20 человек места перемен. Трое матищенцев стали лауреатами в категориях «Территория и место». Илья Василевский представил на конкурсе проект «Центр культуры и досуга Марфина» как точки притяжения для аудитории всех поколений. Благодаря поддержке администрации городского округа Матища мы закупили оборудование и уже через три месяца смогли полностью реализовать телевизионную версию концерта для наших жителей и гостей, которые посещали наш Центр культуры и досуга. Вскоре мы перешли уже на онлайн-занятия из-за того, что были условия пандемии, мы перешли на онлайн-форматы работы со старшим поколением, это клуб активного долголетия. И благодаря этому проекту мы удержали всю аудиторию, которую посещал наш Центр культуры, но и ещё увеличили аудиторию, прирост составил более 300%. Владислав Челобичиков стал лауреатом премии с проектом студии «Диджейнга», созданной на базе Центра Марфина. Доказать современность и прогрессивность культурно-досуговых учреждений – такая задача стояла перед командой нашего проекта. Студия уже работает где-то больше, чем полгода. За это время мы успели поработать с многими ребятами. И вообще сам тот факт, что им больше не приходится ездить в Москву и тратить большое количество денег, а заниматься на том же уровне, но бесплатно – это очень круто. Ещё один лауреат – Мария Корюкина, автор проекта «Слёта студенческих отрядов Московской области», в рамках которого проходят образовательные и досуговые программы, круглые столы с представителями органов власти и работодателями. Всего более миллиона жителей Подмосковья проголосовали за понравившиеся проекты, в том числе и мытищенцы. Да, мы двигаемся уверенно. Сегодня как результат три номинанта по городскому округу Мутищ. Два молодых человека из ДК Марфина, очень креативные, гордые тем, что они сегодня номинанты. Уже распланировали, куда они эту премию будут использовать. Причём они будут использовать именно на свои профессиональные нужды, для своего учреждения, для себя. Вот они ничего не оставляют. И ставят более амбициозные задачи, в следующем году ставить уже задачи на более крупную премию. Идти это очень приятно. Поэтому мытищи не отстают. И не только горожане, но и наше подрастающее поколение, молодые ребята тоже подтягиваются. В этом году в конкурсе на соискание губернаторской премии от Мытищ участвовал 21 проект. И на этом жители не собираются останавливаться. Расширять собственные горизонты ради достижения больших общих результатов. В этом и заключается залог перемен к лучшему. В ноябре первому Мытищенскому исполняется 21. За это время не было года, чтобы мы не принимали участие в главном областном телевизионном фестивале «Братина». И всегда наши работы высоко оценивали члены жюри, мэтры российского телевидения. Этот год не стал исключением, и мы снова одни из лучших. В этом году за право считаться самым культурным телевидением боролись 16 телекомпаний со всей области. Задача не из простых, поскольку в этом году фестиваль «Братина» перерос в большой федеральный проект. Журналисты рассказывали о памятниках истории и культуры, народно-художественных промыслах, музеях, библиотеках, проводили научно-исследовательскую работу. Тема сохранения культуры заявлена как ключевая, поэтому и называться мы стали волонтерами культуры. Первый Мытищинский отправил на фестиваль порядка 10 самых ярких сюжетов и фильмов в четырех номинациях. Да, признаемся, с нетерпением ждали итогов. И вот церемония награждения. Она прошла в Сергиевом Посаде в рамках фестиваля «Братина». «Братина» – совершенно уникальный формат. Я очень много езжу по стране. Такого больше никто нигде не делает. Это объединение информационного пространства, телевизионного информационного пространства в Подмосковье, оно, конечно, должно продолжаться. И многие годы Союз журналистов России и Союз журналистов Подмосковья этот форум поддерживали и будут поддерживать дальше обязательно. Вот честное слово. Что бы там ни говорили, у местных, у региональных телеканалов есть определенные преимущества по сравнению с федеральными. Вы первые на месте, вы ближе к повестке региональной местной. Федералы у вас зачастую берут какую-то информацию, какие-то материалы, потому что они не успевают за вами. И это классно. К церемонии награждения мы еще вернемся. А пока еще об одном этапе фестиваля – конкурсе для молодых журналистов «Репортаж с колес». В нашей съемочной группе Алине Савыш и Денису Корневу в ходе жеребьевки досталась тема «Один день из жизни библиотеки». Плохих тем не бывает, поэтому я была готова к любой теме, но здесь, я думаю, можно где размахнуться и будем работать. «Лучший репортаж» выбирали зрители Сергиева Посада путем голосования, а не профессиональное жюри. В итоге «Лучший» признана работа наших коллег из Домодедова. Обсуждение всех проектов и фильмов продолжилось в рамках многочисленных мастер-классов. Главная идея – сохранить культурное и доброе телевидение. И в этом равных нам не оказалось. Первый Матищинский признан лучшей волонтерской командой федерального добровольческого проекта «Братина». Получает награду из рук президента Евразийской академии телевидения и радио Валерия Рузина вдвойне приятно. Спасибо огромное. Хочу сказать, что когда мы предложили коллегам поучаствовать в этом замечательном проекте «Болонтеры культуры», ну, наверное, не было таких, кто сказал нет. Было парочку человек, которые спросили, а нас ничего не заставят делать. Это правда, были такие, но в итоге всем очень понравилось. И хочется еще сказать, что мы к нашему фестивалю «Братина» специально ничего не снимали. Мы эту работу делаем всегда и будем продолжать, потому что мы волонтеры культуры. Наверное, около 20 лет я знаю, ценю фестиваль «Братина», считаю его главным событием года для телевизионной журналистики нашего региона. Трудно оценить, насколько подросли компании, какой творческий уровень благодаря мастер-классам, участию в творческих конкурсах, насколько этот уровень был превышен. Я вижу, что здесь особая атмосфера дружеского общения. В этот вечер мы дважды выйдем на сцену. Документальный фильм «Идуль Шевека» стал одним из лучших в номинации «Наука и жизнь». Это большой фундаментальный проект «История» о работе Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана. Чем именно здесь занимаются сотни ученых, имена которых известны не только в нашей стране? И кто такой этот самый Эрисман? Самое приятное, то, что поразило, это то, что практически исчезли непрофессиональные работы. Вот есть работы дежурные, есть работы, знаете, без изюминки, да, с дежурной интонацией, там еще чего-то. Ну, то есть есть к чему придраться-то завсегда. Но практически не стало работ вот таких, знаете, откровенно непрофессиональных. Они были и кончились. 25-й фестиваль «Братина» завершился. И как бы это ни скромно ни звучало, в нашей копилке еще больше наград. Но главное не это. Наш зритель с нами. А это значит, мы и дальше будем не только информировать, а еще просвещать и нести добро в ваши дома хорошими и честными новостями. Неожиданностью для нас стала победа и в другом областном конкурсе экологических проектов. Наш телеканал стал победителем в номинации «Зеленый диалог». Хотя, казалось бы, мы просто хорошо делаем свою работу, рассказываем жителям об экоакциях, проектах. И, конечно, мы сами всегда в первых рядах. Алина Саваш в церемонии награждения. Дарья Митрохина пока еще студентка. Но у нее уже есть целый план по сохранению природы. На конкурс экологических проектов девушка представила свой гайд полезных привычек. Из своего чек-листа я соблюдаю такие привычки, как разделяю мусор. Использую повторно все категории продуктов. Также сдаю мусор на переработку. Проект Дарья состоит из нескольких категорий. Помимо чек-листа она структурировала список мобильных приложений, благодаря которым можно узнать экологическую ситуацию в регионе или найти пункты приема вторсырья. Работа начинающего эколога из Мытич была признана одной из лучших в Подмосковье. То есть вы как бы ставите акцент на то, что нужно делать, для того, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу. Здорово. Главная цель проекта Даши – показать, что наши ежедневные привычки напрямую влияют на экологию. Сколько часов мы проводим в душе, выключаем ли свет, когда он не нужен, и пользуемся ли многоразовой тарой – все это имеет значение. Очередная пластиковая бутылка опустошена, вы видите урну и уже готовитесь делать заветный бросок. Но нет, так дело не пойдет. Жизнь пластиковой бутылки не заканчивается опустошением. Как раз наоборот. Дальше начинается самое интересное. Переработанный пластик и другие материалы можно использовать повторно. Вот, к примеру, зубная щетка. Ее будущее может быть таковым, что из нее сделают ручку, например. Чеки. Из этих чеков можно сделать бумагу для художников. Если мы с вами обратим внимание, например, на тот же фольгированный пластик, он может замешаться в состав песка и глины, и из нее будет сделана тротуарная плитка. Переработанному мусору нашли применение и в городской среде. Эти урны сделаны вовсе не из дерева, как может показаться на первый взгляд, а из дробленого пластика. Из переработанных материалов можно и сделать, например, цветочники, в которые поставил цветочек, уже будет красиво, хорошо будет ограничивать пространство на парковке, например, или где-то еще. Лавочки для городского использования, для дома, для участка. Это урны, кашпо. Можно делать в любом виде, допустим, обрешетки для контейнерных площадок. Можно делать ограждения, заборные секции. В рамках экологической ярмарки жюри предстояло выбрать лучшие проекты в шести номинациях. Будущее полигонов, вторая жизнь строя отходов, зеленый диалог, эко-просвещение и эко-тренды. Отдельно были отмечены и работы детей. Самая большая эмоция сегодняшнего дня – это те глаза, это те восторженные комментарии участников, которые действительно не ради галочки, не ради грамоты, не ради признания, не ради какой-то выгоды, а действительно живут темой экологического просвещения, темой экологических новаций, темой бережного отношения к нашей замечательной природе. На конкурс поступило более 110 заявок. Масштабы проектов самые разные. От разработки новых технологий до инициатив школьников. Наш округ был признан самым активным муниципалитетом по количеству участников. Начиная с детей, дети начинают зажигать своих родителей, соответственно, педагогов, нас, администрацию. И вот мы в таком вот, даже не то что тандеме, а вот в таком каком-то едином сообществе экологическом, в городском округе Матища, мы стараемся воплощать какие-то интересные идеи. Среди участников был и телеканал «Первый Матищинский». Наша телекомпания представила на конкурс проект «Чистые мытищи». Как итог, первое место в номинации «Зелёный диалог». Очень важна роль прессы и всех остальных средств в массовой информации именно в распространении этой информации и воспитании всех людей именно в нужном экологическом духе. Ежегодно журналисты снимают сотни сюжетов, формируют экологическую культуру, а самое главное – сами участвуют в ЭК-акциях. Но на достигнутом мы не останавливаемся. Всё самое интересное только начинается. И напоследок ещё одна хорошая новость. Команда помощи среднеазиатским овчаркам Алабайх подпраздновала новоселье. Ранняя передержка находилась в деревне Чалобитьево. Сейчас в распоряжении Алабаев и волонтёров аж 20 гектаров земли. Надежда Звягинцева побывала в гостях у наших четвероногих друзей. Карлик? Ты моя девочка замечательная. Карлита, карлита. Она в душе Алабай. Она прям всю свою маленькую душу за хозяина отдаст. Татьяна Чертовицкая уже несколько лет руководит фондом «Счастье в руки». Его задача – помочь четвероногим потерявшим дом вновь его обрести. Он работает в тесной связке с командой «Алабайхелп». Отсюда основной профиль среднеазиатской овчарки. Однако под опекой благотворительной организации находятся собаки и других пород. В целом около сотни, а также три ослика. Все животные без преувеличения некогда были спасены от неминуемой смерти. Сегодня им ничего не угрожает. Более того, обитатели передержки празднуют новоселье. Перестали мы там помещаться, скажем так. Там все-таки земли было 28 соток. И вольеры уже ставить некуда. И собак принимать некуда. А потом еще тут любовь к сельхозке. Корова одна, потом еще две. И все. А дальше расширяться уже некуда. Стали подыскивать землю. Ранняя передержка находилась в деревне Челобитьево. Местным жителям такое соседство, мягко говоря, не нравилось. Собака размером с теленка, как правило, вызывает страх у окружающих. К слову, именно поэтому долго оставаться беспризорной среднеазиатской овчарке опасно. Маловероятно, что она, оказавшаяся в затруднительной ситуации, получит помощь. В лучшем случае прохожие побоятся к ней подходить. Команда Allaby Help спасается, цилизирует и пристраивает собак. Волонтеры не остались в стороне и когда потребовалось взять в руки строительные инструменты. Теперь у обитателей передержки, новые более просторные вольеры. В каждом есть зимник, а чуть позже будут установлены будки. Волонтеры у нас молодцы. Вообще у нас очень сильная команда. И все приехали, все все делали, все все помогали. И до сих пор ездят, и до сих пор помогают. Вот надеемся, что все-таки до морозов успеем построить еще хотя бы там вольеров 15. Кроме того, уже заложен фундамент для ветеринарного кабинета. Рядом появятся несколько теплых вольеров для пациентов. Вместе с собаками и осликами место жительства сменили и другие животные. В личном подсобном хозяйстве у Татьяны Чертовицкой два кота, домашние птицы, овцы, козы и коровы. Татьяна признается, ее всегда тянуло на село. Поначалу, конечно, тяжело было в 5 утра просыпаться, а сейчас уже даже без будильника. И на дойку в 6, и кур накормить. Сейчас хозяйство-то маленькое. А так у меня и инкубаторы стоят большие. И по весне птицы много вывожу. И бролеры, и утки, и гуси, и кого только не выводим. Не знаю, может быть какая-нибудь прабабка во мне вылезла. Может быть еще какой-то сельскохозяйственник. То есть всегда жили в городе, родилась в мытищах, прожила всю сознательную жизнь в квартире. Но тянет к коровам, к козам, к курам, к собакам, ну вообще ко всему живому. Взять в аренду землю сельхозназначения в такой ситуации хороший выход. Теперь в распоряжении Татьяны Чертовицкой 20 гектаров. Территория уже практически расчищена от зарослей, мусора и валежника. Есть источник воды, скважина. Конечно, предстает еще немало сделать для того, чтобы всем питомцам жилось комфортно. Например, подключиться к электросети. К сожалению, в этой части возникла заминка. Технические условия нам уже подготовили, счета у нас уже все оплачены. Но, к сожалению, в технических условиях написано, что ждать нам электричества полгода. Вот сейчас пробуем хоть как-то, хоть где-то, хоть что-то. Потому что на зиму с таким хозяйством оставаться без электричества и на генераторе – это несерьезно. Жизнь селянина нельзя назвать легкой. Однако она способна многое компенсировать. Так Татьяне Чертовицкой дает возможность заниматься тем, к чему лежит душа. Быть ближе к природе и помогать четвероногим, попавшим в беду. Такое запомнили эту неделю журналисты Первого Мытищенского. Спасибо, что были с нами и берегите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин